Всем профита, с вами Крилл Эванс, и пока у нас рынок находится в предвкушении дальнейшего роста или падения, само собой, волатильность сжимается, хомяков бреют и дальше, люди увеличивают свои плечи, потому что на вот такой волатильности особо не заработаешь. Мы с вами холдим и едем дальше. Сегодня у нас обзор, друзья, самого перспективного, будущей крипторынка за этой монетой. Это, друзья, монетка Пепе. Будущее всего крипторынка затмит и эфир, и биткоин. Это лучше, чем биткоин, это лучше, чем эфир. Покупай хомяк, покупай, докупай, усредняй, потому что это топ, и оно тебя золотит, ты станешь миллиардером и так далее. Скорее всего, так, ребята, думают все хомяки. Не знаю, почему народ так любит эти мемкоины. По моей партнерской программе на бирже Binance, самый популярный мемкоин, который скупают все, вот почти все скупают его, это, друзья, Шиба. Ну, после листинга на разных биржах этой монеты Пепе, думаю, что Пепе будет топ-1. Друзья, сумасшедшие торговые объемы. Все биржи, кроме Binance и некоторых других, листят данный проект, потому что продавая хомякам эти лопаты, люди обмениваются данными монетами, а биржи без риска особо получают себе комиссии. Биржам самое важное это торговый объем. Давайте же посмотрим на данный проект немножечко изнутри. В общем, друзья, 234 тысячи подписчиков в Твиттере. Ну, наверное, это самый полезный аккаунт, который я когда-либо видел в Твиттере. Очень интересные здесь посты, репосты, ретвиты с бирж, листинги, там всякие истинги. Это, конечно, жесть, друзья. Я еще такой габелины давно не видел. Также биржа Bybit, значит, запускает фьючерсы на данный проект с 50-м плечом. Это, друзья, вам не шутки. Думаю, что это очень крутой способ еще больше сбрить хомяков. Я, конечно, вот сижу и удивляюсь. Неужели люди не понимают, для чего это все сделано? Неужели люди верят, что это все благо для людей? Друзья, мне кажется, что люди не учатся, и МММ и так далее никого ничему не научил. Потому люди здесь, некоторые заработают, само собой, и на скамине, Но большинство потеряют свои деньги. Вы это увидите. Я об этом сделаю. Обзор, как только это случится. Друзья, вопрос времени. Вопрос времени. Хомяков, в общем, набежала туча. Подписываются конкурсы, запускаются на BNB. На эфире уже запущен смарт-контракт. Давайте же посмотрим на параметры. График очень сильно похож на циклы биткоина. И он о чем нам говорит. Когда вот такая вертикальная палка на любой монете происходит, нужно с нее бежать, даже если вы в нее зашли и просто хотели проспекулировать или заработать. Гляньте, что показывает данный проект. Друзья, молю вас, бегите с данных проектов. Что лучше? Иметь эфир, иметь BNB, или же поменять свой эфир и BNB с сумасшедшей историей, с ликвидностью и так далее, без рыночных спекуляций на вот эту габалину. Наверное, хомяк, который сидит со 100 долларами, думает, Кирюха, ну в эфире я много не заработаю со 100. Тут хоть шанс есть, что другие хомяки набежат, я заработаю. Очень маленькие, друзья, шанс. Сумасшедшее движение. В общем, волатильность тоже сумасшедшая. Падает на 70%, на 60%. Растет тоже на 300%, на 400%. Почему растет? Потому что другие покупают. В принципе, как и везде. Друзья, если и выбирать себе мемкоин, то лучше выбирайте мемкоины с командой, с какими-то целями. Потому что у данного проекта, по тому, что пишут авторы данного проекта, что они вот пишут на сайте. Итак, друзья. Пепе. Это мем-монета, не имеющая внутренней ценности. Походу, эту сноску снизу никто не читает. Да все какать хотели, что там нет внутренней ценности. И также нету ожидаемой финансовой отдачи. Но у нас хомяки в крипторынке, они-то знают, что финансовая отдача самая большая только в мемкоинах. Потому влетают в эту всю габалину. Нет никакой официальной команды или дорожной карты. Монета совершенно бесполезна и предназначена только для развлекательных целей. Но еще раз. Хомяки знают, где зарабатывать бабло. Я вообще дурачок. Я вот не покупаю Пепе, но я реально дурачок. Крупные инвесторы, BlackRock, JP Morgan, они-то, думаю, через цикл-два придут в Пепе. Потому что Пепе это лучший инвестиционный актив. Друзья, по-любому. Ну, по-любому. Вот такие дела. В общем, еще одна интересная сносочка. Вот. Это уже от CoinMarketCap. CoinMarketCap предупреждает, в отличие от CoinGecko. Вот здесь такая сноска огромная для хомяков. 800 миллионов. Почти уже 900 рыночный MarketCap. Друзья, это просто вот эта вот цена, умноженная на 420 триллионов монет. Именно поэтому такой кэп. 700 миллионов торговый объем. Залищено на топовых биржах, можно так сказать. Окикс, Гейт, Хобби, Полоникс, Битгет, Мекс и так далее. Очень много бирж. Почему они ее листят? Вы вот спросите, Кирюха, но биржи же тоже не глупые. Они же не хотят скамину всякую листить. Друзья, им все равно. Им все равно, потому что им самый важный торговый объем. Потому что любая покупка, продажа, это что? Это комиссии. То, что люди там теряют, так всегда будут терять. Если будет скамина, они просто ее делиснут. Они просто посредники. Вот и все. Они продают вам лопаты. Вы копаете это золото, думая, что это золото. Золото закончится. Ну и все. С пылов рано или поздно кто-то повынимает всю ликвидность. В основном на этом проекте заработают те, кто вошел в самом начале. Как только запустился данный проект, там покупали люди триллионы этих монет. Они вложили в эту всю скамину 200-300 долларов. Выймут пару миллионов. Эти люди заработают большинство. Все, друзья. Когда это все обвалится, я не знаю. Но я вас хочу предупредить. Не хочу, чтобы вы теряли деньги на этом шлаке. Лучше потерять с умным, чем заработать с вот таким вот дураком Пепе. Я, в общем, очень много всего посмотрел. Параметры на Декстулсе. Да, тут они пишут, что это проект 99 из 99. Оценка у него. Торговые объемы сумасшедшие. Емкость рынка тут 820 миллионов долларов. В общем, друзья. Пожалуйста, не лезьте в эту скамину. Когда запускаются фьючерсы с такими плечами. Когда все пытаются спекулировать на этой движухе. Делать репосты, ретвиты. Орать. Некоторые блогеры уже орут, что это новый Доги Коин. И что он будет в топе. Вы просто не понимаете технологию. Какую, мать его, технологию. Какую технологию. Алло. Любой из вас может задеплоить смарт-контракт на эфире. Запустить скамину. Купить на старте, на ТГЕ. Купить эти монеты. И потом, когда все будут покупать, вы будете первым, кто купил. Но тот, кто первый купил, тот и заработал. И тот, кто первый продал, потом на пике, тот и больше всего заработает. Вот и все, друзья. В общем, давайте почитаем, что нам пишет Коин Маркет Кэп. Хотя Пепе утверждает, что весь его запас находится в обращении, есть признаки того, что определенные инсайдеры или члены команды смогли купить 7% от общего объема поставок через несколько минут после старта ТГЕ. В ходе якобы честного запуска. Это пишет Коин Маркет Кэп. Алло, друзья. Очнитесь. Вы все равно покупаете данную скамину. В связи с этим, время доказывания лежит на команде Пепе. Но они же пишут, что никакой команды нет. Значит, они доказывать ничего не будут. Но если же они докажут, то получается, вот это вот все, что написано вот здесь снизу, это вранье. Нет уже команды, которая сможет доказать. А кто же Твиттер ведет? Кто же, мать его, Твиттер ведет от Пепе? Вот вы мне скажите. Пишут одно на сайте, а вот хотя бы кто-то думал об этом. Ну раз нет никакой команды. Нету... Кто задеплоил смарт-контракт? Кто запустил ТГЕ? Кто первые монеты в пул добавил на Юнисвапе? Кто это, мать его, сделал? Взял свои эфиры и добавил в пул? Вот кто? Боже, боже, как же тут всех побреют. Я, друзья, уже хочу в скором времени, я дождусь этого момента, снять ролик, как эта гоболина просто перестанет существовать. Доги Коин уже существует много лет, да. Шиба тоже, но вот эта штука только запустилась. Друзья, этому проекту буквально, я не знаю, 2-3 недели. В общем, да, я думаю, вы все поняли. Вот, еще есть Пепи Бенби уже запустили. Понятное дело, на хайпе Пепи на эфире нужно запустить Пепи Бенби. Они тоже запустили. Тут, друзья, тут такая движуха, блин, комукните, комукните. Будет здесь Пепенжерсы. Пепенжерсы, блин. Ё-моё. Я читаю, у меня просто, блин, у меня просто шок. Пепенжерсы. Будут еще, друзья, NFT-шки. NFT-шки будут запускаться, Пепи Гоц какие-то будут. В общем, это, конечно, жесть. Там я посчитал, около 8 миллионов долларов они еще заработают с NFT-х на BNB. Как бы это странно ни звучало, но 90% проектов, которые запускаются в сети Binance Smart Chain, друзья, это скамина. Это скамина. Вот, примерно 70 тысяч людей уже являются ходлерами монеты Пепи. Вот, делайте выводы. Делайте выводы, друзья. Да, стоит ли в это все входить. По Пепи BNB. Тут волатильность просто шикарная. Для трейдеров самое оно. 80% вверх, 50% вниз. Вот так шатает ее туда-сюда. По, друзья, Пепи на эфире. Эфире, да, у нас это, по сути, официальный проект, да, без команды, без целей. Это все развлекалово. Не имеет финансовые выгоды и оценки, да, но цена почему-то есть. Окей. Итак, друзья, значит, рост составил после листинга на ОКЕКСе 400%, да, ну и падает она одной свечой на 20-30%. Отличная волатильность, я считаю, поторговать можно, прикупить. Вот вы купили на 10к баксов ее, и в моменте вот так-так, бах, прошел час, час прошел всего лишь, да, и у вас уже 7к долларов, а потом 12к, а потом 7к долларов, а потом 15к. И вы вот сидите, у вас то туда, то сюда. Вы вот даже сейчас можете увидеть, что покупают и продают данный проект. Вот, делайте выводы сами. Я для себя вывод сделал, я в этой всей движухе участвовать не хочу. Ну и подытожим данный ролик, друзья, чем? Подытожим выводами от компании Архем. Это такая аналитическая компания, которая делает очень прикольные выводы, очень часто их читают. Итак, друзья, в настоящее время существует более 50 различных адресов, на которых хранится более 1 миллиона долларов в Пепе. Некоторые из них, разные, потратили на свои позиции более 6 цифр, то есть примерно там 250-300 тысяч долларов. Вот другие с момента покупки, вот, по 260 долларов. Вот подумайте, кто-то потратил на эту монету 260 долларов в самом начале, а вы покупаете эту скамину за 300 тысяч долларов. Ну вот подумайте, кто на этом заработает. Потому, друзья, видя вот такие вот графики, которые очень повторяют циклы любой монеты, вот, первая волна, вторая, коррекция накопления, пик и вот такая палка. Пожалуйста, если вы даже, являясь додиком, влетели в данный проект, выходите с любым профитом. Вымите, пожалуйста, тело, которое вы вложили в данный проект. Тысячу вложили, тысячу вымите, остальное оставьте хоть в долгосрок. До сраки, где будет данный проект? Я надеюсь, все все понимают. И, друзья, пожалуйста, пока сюда не пришли крупные деньги и регуляция, как только придет вся эта гоблина, которая говорит, что она без команды, что нет инсайдеров, что они не покупали. Все эти данные, которые потом кто-то раскроет, они уже будут потом. Но когда это будет, уже будет поздно, абсолютно поздно. Потому, друзья, хотите покупать мемкоины, покупайте, у меня лично есть только самоед. Почему именно само? Само, потому что они, друзья, что-то делают для развития соланы. Запускают хакатоны, разные фестивали, очень много делают для развития и популярности самой соланы. Пока по пепе вообще ничего сказать не могу. То есть, ноль информации. И самое главное, я не вижу команды. Говорят, что никакой команды нету, это просто мем-монета. Запустите просто мем-монету, да? И все. Кто запускает? Кто пул сделал еще раз? Кто приходит к биржам, чтобы к ним листиться? Кто это все делает? Кто твиттер ведет? Просто подумайте. Говорят одно, а делают другое. А хомяки не видят. У хомяков в глазах только нули. А нулей там хватает. 420 триллионов монет в циркуляции. Сходу. В общем, друзья, я, конечно же, в шоке. Вот, я понимаю, что все равно после данного ролика некоторые люди побегут ее покупать. Потеряют бабки, а потом будут орать, что их засадили. Засаживайтесь, друзья. Как говорится, засаживаемся, потому что мы того достойны, друзья. Ну, а более квалифицированных инвесторов, людей с мозгами, которые понимают, что такое диверсификация и риски. Я думаю, что мы все с вами находимся в правильных активах. Основа наших портфелей находится в сильных, крепких, капитализированных активах. За которыми стоят большие, мощные имена в этой индустрии. И также в индустрии IT. Потому, друзья, будем с вами идти отдыхать. Лайкос за видос. Пишите комменты, что вы думаете по поводу данных проектов. Весь спам по поводу других мемкоинов я буду с канала удалять. Потому что неокрепшие умы на это очень сильно реагируют. Там всякие хэв фаны и так далее. Как-то, я думаю, сниму выпуск про самые лютые скамины. Думаю, вам тоже будет полезно. Потому, друзья, лайк за труды. Подписка на канал, чтобы ролики не пропускать. Иду отдыхать. Ролики писать. Потому, еще раз, друзья, лайкос за видос. Эванс пошел писать новый видос и гладить своего самоедика. Скоро, думаю, сделаю какой-то формат, где моя собачка со монет приходит и что-то делает с крипторынком. Может быть, даже жмет на кнопку бабло. Ну, как же с вами можно медленно прощаться? Такая габалина на рынке. Куча эмоций. Люди орут. Люди, наверное, всегда будут орать и на росте, и на падении. Ну, а мы с вами просто сидим и пьем чаечек и кофеечек. Что я в начале ролика забыл сказать, что устраиваемся поудобнее чаечки и кофеечек. Какой чаечек? Какой кофеечек? Я чай пил, чуть не поперхнулся, смотря на данный проект. Ё-моё. Какие чаечки вам? Скамина. Увидимся в будущих роликах. Надеюсь, что эта скамина быстро соскамится, всех побреет. И люди скажут, что мы-то заработали, Кирюха, миллионы. А тебе просто обидно. Ты просто в этот проект не успел зайти. Всё, друзья. Покеда. Увидимся. Ходлер и Пепе.